Платить за услугу, которой не пользуешься, это частная несправедливость или обязанность, разделенная на всех. В Ленинском районе жители многоэтажного дома задались вопросом, возможно ли воспользоваться привилегией проживания на нижних этажах и сэкономить на некоторых услугах ЖКХ. В ситуации разбиралась Юлия Шишкина. На второй этаж нельзя было поехать. То есть вот я нажимаю сейчас, да? Она сейчас работает. А раньше она не работала. То есть не могли попользоваться. Все. Невозможность подняться на лифте с первого на второй этаж Александр Спирин никогда ограничением своих прав не считал. За все 30 лет, что живет в девятиэтажке на Топольчанской 1, лифтом он не пользовался ни разу. Раньше платить за это нижние этажи не заставляли. Теперь лифт работает для всех и платят тоже все. И это несправедливо, считают жители первых этажей. Я согласен с тем, конечно, за воду горячую, холодную, за электричество, за то, что убирают подъезды, за то, что ремонт делают. Понятное дело. Но если я им не пользуюсь этим лифтом, почему я за него должен платить? Возмущены и соседи Спирина по этажу. Людмила Дубенского из квартиры напротив, хотя и знает всех жильцов сверху, но даже за солью никому на лифте не ездит. На улице он встретили, полялякали, а по квартирам я не хожу. А куда мы поедем? В подвал? Наверное? Мне не ехать мы ездить туда. В жилищной инспекции объясняют, что всеобщая плата за лифт узаконена Российским жилищным кодексом. Он относит лифты и подъемные механизмы к общему имуществу многоквартирного дома, наряду с чердаками, подвалами и крышей. И здесь люди не говорят, а почему я плачу за крышу, почему я плачу за чердак, независимо от того этажа, в котором он проживает. То же самое и лифт. Лифт относится к общему имуществу дома. И независимо от того, где проживает человек, ему выставляется данная плата. В 1998 году Саратовская городская дума освободила жителей трех нижних этажей высоток от платы за лифт. Но в 2002 году свое же решение отменило. Платят все без исключения, подтвердил и Верховный суд Российской Федерации. Александр Спирин каждый месяц отдает 141 рубль 29 копеек. Парадокс в том, что он, владелец трехкомнатной квартиры на первом этаже, платит больше, чем его соседи сверху, имеющие меньшую жилплощадь. Этот тариф сейчас 2 рубля 3 копейки. С квадратного метра. В том-то и дело, что у нас в лифте это самое возят, то квадратный метр. Я плачу больше всех, потому что у меня больше всех 69,9 квадратных метров. Сумма зависит от того, какая организация обслуживает лифтовое хозяйство дома. От типа многоэтажки и марки лифта объясняют в жилищной инспекции региона. На несправедливость расчетов Александр Васильевич жаловался в прокуратуру и Роспотребнадзор. Получил отписки и собирается обратиться к местным депутатам в надежде, чтобы привели закон в соответствие со здравым смыслом. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.